Просто невероятно быть здесь, у подножия этих гор. Первая половина моей жизни прошла в поиске этих гор. Потому что я должен был сбросить это. И вот теперь, я практически здесь не бываю. С одной стороны, духовный процесс означает стать подобным горе, устойчивым, неподвижным. Человек способен на многое, только если у него есть стабильная основа. Насыщенность жизни возможна только в условиях абсолютной устойчивости. Иначе, насыщенность приведет к безумию. Вот почему очень многие творческие люди, в которых чуть больше энергии и креативности, чем обычно, в итоге становятся чудиками, почти сумасшедшими. Потому что без устойчивости вы не сможете продолжать этот танец. Вот почему Шива означает неподвижность, и в то же время Шива означает «танец». Он предстоит перед вами либо сидящим неподвижно, либо во взрывном порыве танца. Потому что взрыв возможен только при наличии устойчивой основы. Взрыв, не несущий разрушений, возможен только если присутствует устойчивость. Так что, устойчивость. Люди пытаются обрести устойчивость, контролируя и упорядочивая свою жизнь. Ваша бабушка могла так говорить вам, как обрести устойчивость, контролируя себя, и тогда ты достигнешь устойчивости. Так что обычно жизнь людей, которые говорят об устойчивости, напоминает запор. Значит, все происходит по чуть-чуть? Их радость, любовь, экстаз — все происходит по чуть-чуть. Устойчивость появляется не в результате снижения темпа жизни, или упрощения ее до предела. Это вам ничего не даст. Устойчивость — это результат того, что вы видите все совершенно ясно. Если вы видите все только с одной стороны, вы не можете быть устойчивым. Так что все усилия направлены на то, чтобы видеть лучшее. Люди не в состоянии увидеть того, что происходит с жизнью, просто из-за того, что они идентифицируют себя со множеством вещей. Начиная с тела, идентификация распространилась на многие вещи. Как только вы отождествляете себя с чем-то, ваш ум понимает, что это отождествление нуждается в защите, и начинает работать над этим. Как же мне преодолеть свое отождествление с нацией, религией, расой? В этом нет необходимости. Если вы перестанете отождествлять себя со своим телом, все исчезнет. Все исчезнет, потому что все берет свое начало в теле. Все остальное — это лишь усиление вашего отождествления с ограничениями вашего тела. Как только вы отождествляете себя с телом, все остальные отождествления — лишь умножение. И они приумножаются с большой скоростью. Чем успешнее вы будете в том, что делаете, тем быстрее будет происходить приумножение, и тем меньше вы сможете видеть. По мере роста ваших отождествлений, психологическая драма будет увеличиваться с возрастающей силой. Не позволяя вам видеть, вы утонете в своих мыслях и эмоциях. К сожалению, мир постоянно подталкивает людей к тому, чтобы верить, что то, что происходит в вашем уме, очень важно. Глупо воспринимать одну мысль как нечто священное, а другую как что-то еще. Мысль — это то, что не является реальным в данный момент. Мысль означает, что в вашем уме гниет старый мусор. Чтобы выжить, вам нужно думать о самых разных вещах. Но для того, чтобы исследовать что-то новое, думать вам не нужно. Чтобы стать просветленным, думать не нужно. Потому что о чем вы можете думать? Вы можете думать, основываясь только на старой информации, которая уже есть в вашей голове, возможно, подходя к ней по-разному. Для жизни не имеет никакого значения, сколько вариантов проявлений найдет ваш хлам. Возможно, в социальном плане в нем есть какая-то ценность. В моей голове нет мыслей. Так что видеть с определенной ясностью. Видеть все. Чтобы вы сами не были препятствием для вашего видения. Если это произойдет, придет стабильность. Что касается насыщенности, вам не нужно об этом беспокоиться. Потому что такова природа жизни. Все есть насыщенность. Для того, чтобы позволить появиться насыщенности, требуется устойчивость. В противном случае вы продолжаете ограничивать свою насыщенность. Потому что, когда отсутствует баланс, она причиняет вам боль. Если отсутствует баланс, а вы двигаетесь с определенной скоростью, вы навредите себя. Не важно, едете ли вы на велосипеде или покоряете космос. Если у вас отсутствует баланс, и при этом вы набрали скорость, то вы можете сильно себя поранить. Так что баланс – это очень важно. А баланс, происходящий из ограничений, таковым не является. Это упакованная смерть. Да? Вы упаковываете смерть определенным образом. И она выглядит очень прилично и достойно. Потому что мертвые всегда выглядят очень достойно. Мертвые никогда не делают ничего неприличного. Не так ли? Так что, по сути, все происходит из ясности видения. Ясность не появится, если не возникнет небольшая дистанция между тем, что такое я и что такое мое тело. Если такой дистанции нет, тогда приумножение отождествлений будет неизбежным последствием видения. Если уделять внимание этим горам, вы каждый день будете сходить с ума. Несмотря на то, что я носил их к себе всю свою жизнь, все равно я схожу с ума, просто глядя на них. Вы либо их не видите, либо смотрите на них, но все равно не видите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok